В наше время довольно сложно прожить без кредита, потому нередко случается такое, что один человек имеет сразу несколько кредитов, порой в разных банках. Сначала он берет один заим, чтобы оплатить какие-то услуги, потом еще один и еще, затем начинает брать кредиты на погашение уже имеющихся, а однажды постоянный клиент банка может обнаружить, что он просто не в состоянии внести очередной платеж, и начинаются просрочки. Причин просроченных платежей может быть огромное множество, однако какой бы это самой причиной ни была, каждый недобросовестный плательщик все равно будет нести ответственность за непогашение кредита. Наша героиня Светлана полностью ощутила на себе гнет долговой кредитной ямы, причем кредиты брались на благое дело, на семейный бизнес. Моя семья занималась розничной торговлей, продажей хостоваров, строиматериалов, автохимия, запчасти. Начиналось все с одного магазина. Потом постепенно-постепенно отец открыл еще одну точку, потом еще две, но, конечно, без помощи этих, конечно, кредитов. Все началось с того, что брали потребительские кредиты. Где-то приблизительно на небольшие суммы брала вся семья, как бы мать, отец и я. И быстро их отдавали. То есть, ну, как бы вкладывали, отдавали, вкладывали, отдавали. То есть начинали с Сбербанка. Там как бы все было хорошо всегда. И потом у отца появилась знакомая, женщина, не буду называть банк, как бы. Вот. И они начали очень плодотворно, в принципе, с ней работать. Какие-то, если были моменты, там, он там что-то, ну, не получалось у него там заплатить, они там как-то перекредитовывались. Ну, всегда, в общем, находили, как сказать, договаривались, в общем, всегда. И как бы она ему всегда помогала, и все было хорошо. Но потом ее из банка как бы убрали. И вот практически, наверное, с этого момента, ну, и все и началось. По мнению Светланы, именно уход так называемого своего человека из банка стал основной причиной проблем. Хотя на ситуацию повлиял целый комплекс обстоятельств. Может быть, жили непосредством, вот так вот. Возможно, тоже причина была. Где-то что-то лишнее себе позволяла семья. Ну, как сказать, мать не участвовала, в принципе, в этих делах. У нас всем руководил отец, как бы. Ну, я ему, в принципе, помогала. Вообще, чем? Ну, могла. Обычно изначально торговала сама в магазине, продавцом работала долгое время. А потом уже получила образование и начала уже, как бы, документацию вести. Как бы я ему верила, но все было хорошо, в принципе, так, нормально, скажем так. А потом вот, как бы, затянула, вот, один кредит потянул другой. И получилась вот эта вот практически долговая яма. Магазины пришлось закрывать один за другим, они перестали приносить доход. Муж Светы, на тот момент работавший в Москве, был вынужден бросить хорошее денежное место и вернуться домой. На сегодняшний день долг Светланы составляет неподъемные для нее 3 миллиона рублей. На ее отце висит та же сумма, Светлана-поручитель. Помимо всего прочего, имеет место ипотека. Семья росла, родился третий ребенок, потребовалось больше места для жизни. И это понятно. Но все самое непростое связано с банальнейшей ошибкой. Еще одним отягчающим обстоятельством, который неслабо портит жизнь семье Светланы, является наличие задействованных кредитных карт. Изначально у меня была одна карта по этому кредиту, 50 тысяч. Поэтому одна карточка. И как бы я удачно ее использовала, мне нравилось. Допустим, нужно было что-то купить, всегда были под рукой деньги, я их успешно возвращала. Потому что торговля шла нормально. Они начали периодически увеличивать мне кредит. То есть, так как я успешно пользовалась этой картой, они мне, допустим, от 50 тысяч прибавили еще 25. Я понимала, что это кабала, но не пользовалась. Потом предложили мне карту золотую голд. Я, конечно, ее оформила, говорю, на черный день, если что. Планировала закрыть предыдущую карту, потому что там проценты больше. И, как бы, думаю, буду пользоваться ей. Там кредиты мне давали изначально 100 тысяч, по-моему, было по этой голд-карте. Но так как финансовые дела начали худшаться, вот, как бы, вот у АЦА начались проблемы. Соответственно, это потянул клубок. Муж мой работал в Москве, у него тоже там, как бы, проблемы начались на работе. Владели хорошо, мы даже вот усумели взять ипотеку, как бы, рассчитывали на светлое будущее, но не получилось. Ему потом уменьшили зарплату, но он пошел, отучился там на высшую, повысшую должность. Ну, и работал. Далее предложили ему этот график, день, ночь, отцепный выходной. Он помотался несколько лет и говорит, я, родился у нас третий ребенок, он говорит, я устал, не могу больше так. И с этим, с его кризисом, как бы, у АЦА мы его сложились. Вот, как бы, все одно на другое нашло. Мы поняли, что это крах, конец. Сначала разбираться с должниками пришли судебные приставы. Описали имущество за долги. Цивилизованные банки, они, как бы, подали в суд. Начали, ну, конечно, требовать тоже возврата денег. Но потом состоялся, как бы, суд, и, в принципе, вопрос решился. То есть мы висели должниками судебных приставов. Конечно, они тоже перегнули немножко палку. Вот, но нас описали, вот, с мужем технику в квартире. И имущество, то есть квартира тоже, она описанная. Хотя у нас и много ипотеки. А потом пришло осознание, что бизнесу, на который бралась основная сумма кредита, пришел конец. Половину зарплаты семья выплачивает в счет основного долга. На ипотеку уже категорически не хватает. Вот тогда Света и начала пользоваться кредитными картами. А в апреле и на них перестали вноситься платежи. Покупали продукты. Как бы детям не сказали, что кушать нечего. Был, в общем, ужасный период в жизни. И эти карточки я перестала платить где-то в апреле. Получилось, по-моему, в апреле или в марте. Летом начали ходить к нам коллекторы. Сначала тоже были звонки. Я все думала, что придет лето, все наладится, как бы. Но пришлось закрыть один магазин как бы за другим, потому что они не приносили прибыли. Начали ходить к нам коллекторы. Вот они приходили ночью и днем. Нам пришлось уехать из-за квартиры вообще. Приходили к соседям за стенкой. У них тоже ребенок маленький. Приходили ночью, стучались. В общем, искали нас где кто. Потом снизу к соседке. Здесь в подъезде были расклеены фотографии мои. Также вот на ручке вот таким образом висело вот тоже, как бы, их требования. Соответственно, нецензурная братья у нас не сохранилась, как бы, что тут они писали. И фотографии тоже. Убежать от проблем и пустить ситуацию на самотек. Тогда свете это казалось лучшим выходом. Женщина опустила руки. Закрылась от всех и от всего. Затем была попытка выйти на связь с банком и коллекторами. Ведь в день женщине поступало до 30 звонков с угрозами. Пора было уже что-то предпринимать. Дело в том, что я несколько раз пыталась с ними выйти на контакт. То есть они там и оскорбляют, как бы, и угрожают. Названивают и что мою семью в покое не оставят. Названивают всем родственникам, всем друзьям. Со мной выходил на связь Игорь Николаевич, по-моему. Он мне написал смс, давайте наконец-то уже поговорим. Я, в принципе, к разговору расположена. Поговорить можно, да. Но вы слушаете эти оскорбления, постоянно там вот это вот давление, как говорится. У меня нет ни сил, ни нервов. Он мне предложил реструктуризацию долга, который уже набежал на сегодняшний момент. Они мне сказали долг мой порядка 68 тысяч. 680 тысяч и хотят, чтобы сейчас я подписалась под этот долг и сделать мне на него реструктуризацию еще долга. То есть, как он мне предложил, если я внесу сейчас 30 тысяч в первоначальный взнос, то они мне сделают ставку 27%. Чем больше я внесу денег, то есть тем меньше у меня будет процентная ставка. Но подписываясь под этот большой долг, получается, что я признаю, что я брала вот эти 680 тысяч. Но получается, что я же, у меня за полгода это набежало проценты. То есть, они с каждым месяцем все капали и капали. Они мне бомбят звонками, то есть, я не могу, в принципе, нормальный телефон пользоваться. Вот в сегодняшний день у меня было порядка 30 тысяч чем-то звонков. Что, конечно, они хотят мне сказать, я не знаю, что, ну, соответственно, давите, платите деньги. Раз ситуация такова, говорю, давайте подадим суд. Я говорю, рано или поздно, даже пенсии у меня будет, я буду эти долги выплачивать, образно говоря. Может быть, в моей жизни ситуация наладится, как бы, не всегда же полоса черная будет идти. На что они мне отвечают, что вы даже не думаете про суд, мы никогда в жизни у него не обратимся, у вас долг будет только расти, как бы, и вы нам будете платить в любом случае. То есть, мы вашу жизнь сделаем невносимой. Света не отказывается от своих долгов. Сейчас ей просто нечем платить, ведь семью тоже нужно кормить и одевать. Женщина находится в подвешенном состоянии. Но о том, какие меры будут ей предприняты, как Света будет выходить из столь непростой, можно даже сказать, плачевной ситуации, мы расскажем в следующей программе. Ведь эта семья не одинока в своей беде. Наверняка в сложившейся экономической ситуации подобные кризисы коснулись многих граждан. Разъяснить и проанализировать вопрос нам помогут юристы и специалисты банковской отрасли. А пока стоит напомнить одну простую народную мудрость – учиться лучше на чужих ошибках. Субтитры создавал DimaTorzok